Увольнение беременной женщины. Такой частый вопрос, который задают юристам. Сразу вам скажу, наши дорогие будущие мамы, если вы работаете по трудовому договору, то согласно 261 статье, вас уволить не могут. Беременная женщина может расторгнуть договор по собственному желанию, или если компанию ликвидировали юридически, вот только в двух случаях вас могут уволить. Других никаких случаев не может быть. Также я хочу проговорить про права матерей-одиночек. Вас тоже уволить не могут. И зная свои права, беременная женщина начинает их, условно говоря, качать. Приходит к работодателю и просит себе другой график, который будет удобен ей, либо другую смену, и может выполнять плохо свой трудовой функционал. При этом, да, работодатель ее уволить не может, но он обязан учитывать свое мнение, да, и учитывать мнение беременной. Ей могут пойти навстречу, но, как правило, трудовой функционал оставляют тот же. То есть наглеть, борзеть и требовать того, чего вы хотите, нельзя. Если вы, условно говоря, работаете там на заводе с 9 до 9, вам могут сократить время часовой работы, либо убрать вас на более легкую работу. Но сделать вам график там 5-часовой рабочий день и сохранить ту заработную плату, которая была, не могут. То есть это нужно понимать. Вы должны помнить, что дети – это цветы жизни. И многие-многие работодатели на самом деле ценят своих беременных, рожающих сотрудниц, сохраняют за ними рабочие места. И если у вас налажен приятный, хороший контакт с работодателем, все у вас будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!